какие-то крупные следы вроде явно не человеческие то это мог быть прямо огромные вот прямо над землянкой буквально 20 метров тоже нарыто под дубами может там лисица или не знаю кто там живет в таких пещерах сделал буквально несколько резов и пила сразу затупилась всем привет с вами канал календарь рыболова и меня зовут алексей эта ночь выдалась немного беспокойная для меня так как я долго не мог уснуть из-за непонятных шорохов и шумов каких-то животных совсем неподалеку от землянки причем я выходил несколько раз с фонариком на улицу и как только открывал дверь наступала полная тишина и никаких признаков животных не было ни звуков убегающих не даже следов поблизости вокруг землянки я тоже ночью не обнаружил поэтому сейчас одеваюсь и хочу сходить к реке за водой запасы воды у меня заканчиваются беру бутыль кружку и отправляюсь к водоему заодно и посмотрю кто же меня навещал сегодня ночью вчера вечером я ходил подрезать дровишек и решил попробовать спилить вот такое вот бревнышко возле водоема прямо недалеко от лагеря оно с виду такое сухое да и носить далеко не надо кроме того такие бревна часто так зависают в воздухе их очень удобно резать но сделал буквально несколько резов и пила сразу затупилась я вспомнил за проморенный дуб конечно же мореный дуб чтобы набрал свои свойства он должен пролежать под водой как минимум 50 лет а лучше больше без доступа кислорода у него протекают какие-то свои процессы он становится очень прочным хотя эти бревна в сезон когда воды много продолжительное время находятся под водой поэтому возможно они тоже набрались каких-то свойств стали более плотными когда резал прямо летели искры из-под цепи тяжеленная древнышко и вот зерца появились возле берега наверняка на водопоезд или косули или кабана приходили сюда попить водички до пила абсолютно перестала резать дерево но это ничего страшного потому что у меня есть вот такой вот напильничек алмазный надфилек с помощью которого можно быстро поправить зубья цепи и пила снова начнет работать в штатном режиме сейчас я быстренько покажу как это делается вот так буквально 5-6 движений напильником и зуб снова острый вот не прошло и 5 минут цепь заточена бензопила готова к работе я оделся и сейчас хочу проверить как она будет резать дерево пойду на заготовку дровишек заодно посмотрю по следам кто же все-таки не давал мне ночью спать потому как с очень сомневаюсь что животные которые были оставили свои следы возле реки не знаю насколько они должны были шуметь чтобы здесь в землянке им было так хорошо слышно потому что ночью ощущения были что буквально кто-то ходил по крыше ну или совсем рядом с землянкой вот немного дальше по оврагу от землянки целая тропинка кабанчиков нарыли под дубом голоди собирали вот так вот Продолжение следует... Продолжение следует... Прямо над землянкой буквально в 20 метрах тоже нарыто под дубами. Продолжение следует... 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 Несколько раз я, когда долго не мог его найти, вызывал, подходил к ней и звал, он вылазил. По-моему, где-то здесь. Может быть он снова сюда пришел. Найки, Найки, Найки. Вот такая вот, она дальше идет глубокая. Я сейчас фонарик не взял, когда-то подсвечивал, очень глубоко заходит, следов не видно, что кто-то, хотя нет, есть какие-то, может там лисица или я не знаю, кто там живет в таких пещерах, Найки, 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 но Найка два раза я отсюда так вызывал. Я уже ходил с утра, кричал, не было его, вот решил еще сходить. Найки, 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 кс-кс-кс, нет, Найки, Найки, нету. Ну что, буду надеяться, что это кошачьи инстинкты позвали его на поиски приключений, что он скоро вернется. По большому счету, кому ему тут бояться. Кроме него, по деревьям никто не лазит, только белки, а белок он не боится. Поэтому я думаю, что все будет в порядке, проголодается и придет. Так, ну что, дрова есть, вода есть, можно приготовить обед. Хочется сегодня что-нибудь эдакое. Дровишки прогорели, как раз хватило на то, чтобы приготовить обед и прогреть землянку. Обед сегодня у меня шикарный, можно сказать праздничный. Это каша из топора, из пшена и тушенки. Почему праздничный? Потому что все, что у меня готовится не из рыбы, это, можно сказать, праздничный. Пахнет замечательно. Ну на самом деле, это, конечно, шутка. Рыбу я тоже ем с большим удовольствием. Как, впрочем, и любые продукты, приготовленные на природе, на костре, которые приправлены легким чувством голода, не пойдут ни в какое сравнение даже с изысканной ресторанной кухней. Поэтому всем, кто кушает вместе со мной, приятного аппетита. Я буду с вами прощаться. Спасибо, что смотрите мои видео. До встречи в следующих сериях. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok